Третья открылась. Возле четырех школ города к началу учебного года появились спортивные площадки. И всего одну осталось довести до ума. Остальные уже действуют. Сегодня запустили площадку возле школы номер 28. Площадка, которая была до этого в школе, она была травмоопасная. Сейчас площадка не только очень красивая, но она очень удобная. Прежде всего для школьников, для выполнения школьной программы, для выполнения стандарта по физической культуре. То есть здесь предусмотрены все виды спорта, которыми дети могут заниматься. Эта школа самая большая в городе. В этом году в ней будут учиться более двух тысяч учеников. И уроки физкультуры теперь будут проходить не только в залах, но и на открытой площадке. Одновременно здесь могут заниматься до пяти классов. Играть в футбол, волейбол, баскетбол, сдавать нормативы по бегу и преодолевать полосу препятствий. Всю жизнь я придерживался двух принципов преподавания своего предмета. Первый принцип – это в древней Элладии на скале были высечены слова. Хочешь быть умным – бегай. Хочешь быть красивым – бегай. Хочешь быть сильным – бегай. Почему бегай? Потому что тогда кроме бега в основном физического развития как такового не было. Это вот первый принцип. Второй принцип. Я всегда говорил детям, что можно набегать здоровье и насидеть болезнь. И чем лучше база, тем эффективнее наша работа. И вот в настоящее время нам предоставлен такой подарок хороший, для того, чтобы и красиво работать. Потому что физкультура – это как? Физическая культура. А это тоже культура, это красота. На грунте или на песке заниматься как-то нехорошо, а здесь все-таки покрытие хорошее и газон хороший. Вот поэтому они будут ходить больше. Масштабный проект по обустройству спортивных площадок возле школ поддержала Русгидро, выделив необходимые средства. Территории для спортивных площадок выбирались таким образом, чтобы удовлетворить запросы жителей по занятиям спортом в разных частях города. На этой площадке смогут заниматься не только школьники, но и все желающие. Жители приглашают сюда рано утром с 6 часов на зарядку и после обеда, когда заканчиваются уроки. Закрывать ворота будут в 22 часа для того, чтобы успеть убраться на территории и подготовить ее к следующему дню. Следует помнить, что рекортановое покрытие не переносит катание на роликах, скейтах, велосипедах, поэтому на транспорте въезд на площадку запрещен. Также здесь нельзя выгуливать собак. Все правила поведения есть перед входом.